В ходе ЦУС экспедиционным топогеодезическим отрядом применялась новейшая специальная техника – ВПК. NAME Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС Волынец Источник Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС Волынец Источник 1 апреля Завершилась тактика специальное учение ЦУС с экспедиционным топогеодезическим отрядом, проведенное под руководством военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Как сообщили в Управлении пресс-службы информации Минобороны РФ, в ходе учения отработаны вопросы совершения марша, перевозки подразделений и специальной техники железнодорожным транспортом, организации работ по контролю привязки стартовых позиций группировки войск, сил. При выполнении задач учения были задействованы новейшие полевые фотограмметрические средства, подвижные цифровые топографические системы ПЦТС, 10 комплексов подвижных навигационно-геодезических комплексов ПНГК-1, около 20 специальных и транспортных машин, радиостанции, спутниковая геодезическая аппаратура, геротеодолиты, тахеометры и нивелиры. С помощью новых средств военнослужащие выполняли задачи по фотограмметрическому производству в полевых условиях, контролю привязки стартовых и огневых позиций ракетных войск и артиллерии, ракетных войск стратегического назначения, войск воздушно-космической обороны, а также другие задачи по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск. В ходе учения также были отработаны вопросы приведения отряда в высшие степени боевой готовности, организации всестороннего обеспечения марша комбинированным способом, взаимодействия всех подразделений и управления в полевых условиях. Совершенствовалась слаженность действий расчетов при выполнении специальных работ по топогеодезическому и навигационному обеспечению войск, размещению личного состава в оборудованном полевом лагере с элементами охраны и обороны. Также в ходе учения отрабатывались вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, выполнения специальных работ в условиях применения оружия массового поражения, маскировки и действий личного состава при нанесении ударов авиации и высокоточного оружия. 1 апреля 2015 года права на данный материал принадлежат сам-то материал был размещен правообладателем в открытом доступе.